в этом эпизоде шоу нанято собеседование на позицию продакт-менеджер ведет матвей загайнов директор по продукту в британском стартапе rival а также бывший продакт facebook и консультант bcg когда начнете смотреть представьте на секунду что это стив джобс собеседует фредди mercury получите эстетическое удовольствие до конца интервью меня зовут виктор рагуленко вы на канале флес поехали привет давай давай начнем сначала с небольших интро внизу матвей я продуктовый директор компании араева эта компания которая занимается индустриализацией коммерческих electric vehicles а именно в первую очередь микроавтобусов и пассажирских автобусов на себе других проектов но они чуть менее публичные до этого я работал в продукте как первый человек продуктовой инженерной организации в европейском офисе компании samzara это айти и битубе с ас единорог из силиконовой долины до этого я работал в продукте в фейсбуке а до этого много лет работал в виси джи в основном в уанском офисе 0 10 назад работал в москве тоже ты апплицируешься на вакансию продакт менеджера в моей команды которые занимаются внутренними тулами и достаточно высокоуровневые требования к этой вакансии у нас такие что нам нужен человек у которого есть интересы во внутреннем туллинге который обладает хорошими навыками приоритизации коммуникации написание тех заданий вот принципе такая легенда чуть-чуть про меня расскажи пожалуйста чуть-чуть про себя меня зовут артём я с урала мне 36 лет сейчас нахожусь в сша по рабочей визе последние полтора года я немножко случайно начал работать руководителем американского филиала прилетел на выставку и из-за пандемии не смог улететь обратно застрял мы решили что это будет возможность раз общаясь с этим ничего сделать до этого я последние наверное года четыре работал в компании которая называется деловая русь не уходит несколько заводов которые производят пищевое оборудование начинал работать простым менеджером но функционал довольно-таки богатый кое-где он местами пересекается как раз с продакт-менеджером правда он не software он hardware то есть разрабатывать новые железяки новые модели оборудования разработали две модели оборудования которые смогли получить американские и российские патенты что считаю своим достижением до этого я так и работал в сфере пищевого производства был частным предпринимателем то есть у меня есть опыт занять своим бизнесом просто на этот бизнес и сейчас параллельно идет просто он остался там в россии они здесь тесно я должен сразу сказать что и лайк которому 36 лет и который не совсем работал софтверк я чувствую себя отчасти динозавром потому что многие которые и спинаверно являются ежедневными для обычного человека который работает в сфере айти для меня совершенно незнакомый и основная цель моего сегодняшнего участия это показать другим ребятам мужикам 35 плюс что вы можете себя пробовать в сфере айти вы можете перейти на другую колею если вы понимаете например ваш паровоз идет не то чтобы в тупик но не развивается но будьте готовы к тому что нужно будет работать над собой будьте готовы что нужно будет учить новые понятия будьте готовы что это будет нелегкая прогулка слушай прикольный опыт а скажи пожалуйста почему тебе в принципе стало интересно концептуально работа именно продакт-менеджер да ты сказал то что ну или намекнул на то что может было бы интересно сменить род занятий но есть куча способов перейти в тех можно стать разработчиком можно начать работать в операционке почему ты выбрал именно пьема слово операционка честно скажу для меня и вызывает небольшой вопрос я не совсем понимаю что такое что касается разработки я уже чувствую что в 36 лет человек который не занимается каждый не разработкой кода или его тестированием тяжеловато заниматься этим с нуля то есть я не буду конкурентоспособен как разработки скорее всего есть молодые ребята если посмотреть на исследование ну например недавно вышло исследование кто занимается кодингом и там довольно таки большая группа по гауссовскому распределению это ребята от 17 до 26 лет а если посмотреть на тех кто 35 плюс новичков которые приходят в профессию там меньше двух процентов тех кто потом эта профессия остается уменьшит поэтому трезво оцениваю силы я понимаю что наверняка любой молодой студент сможет технологии программирования или тестирования или чего-то еще освоить лучше меня а раз уже получилось так что у меня был и предпринимательский опыт и работа здесь в сша на выставках работая как человек-оркестр который полностью ведет одиночку я столкнулся с большим количеством челленджей вызовов и в принципе неплохо с ними справляюсь поэтому я понимаю что коммуникация работа в стрессовой ситуации разруливание ситуации в которых не совсем понятно и не совсем очевидно а какой ответ правильный скорее всего это моя сильная черта и отчасти именно это я нахожу в так в описании таких профессий как и project я нисколько не питаю уверенности что я подхожу под эти профессии потому что мне кажется там еще кое-что нужно ну то есть понимаем например продуктового подхода наконец понимание словарного запаса то есть человеку в 36 лет слышать слова cgm это не совсем стандартно и хотя принципе она означает customer journey map но это же нужно знать и вот это естественно является пропастью которая меня часть отделяет но тем не менее пусть это видео посмотрит ребята которые тоже 30 плюс и пусть трезво оценивать свои силы окей слушай ну примерно понял все равно такой уточняющий вопрос сказал что ты видишь в большом количестве описаний вакансий требования по хорошим коммуникативным навыкам того чтобы справляться стрессовыми ситуациями разруливать вопросики разные в принципе то же самое применимо к многим другим вакансиям почему именно именно пиэнто есть ощущение что ну живем естественно один раз хочется прожить как говорил там папка корчагин так чтобы не было мучительно больно человеку 35 лет он много знает но это он уже потерт жизнью хочется реализовать себя на интересных их проектах а по ощущениям сейчас самые крутые самые интересные проекты мигрировать сферу айти это денежная сфера много инвесторов много инвестиций соответственно это привлекает лучшие умы с одной стороны мой странное такое ощущение что в сфере software ну или в сферах которые смежная действительно сейчас происходят прорывные истории мы например по пищевой технологии смотрим на то что мы производим печки для туда пицца и мы не получаем много бренд recognition а например дода пицца который использует печки которые мы производим для них они получают много бренд recognition много историй много приказ на весе и ты смотришь так очень что жизнь она где-то вот там вот у ребят которые хоть как-то связаны с айти а у нас на принципе тоже неплохая но она такая уйная и для тех ребят которые хотят спокойной старости наверное это и даже лучший вариант у меня еще остался порох порох в пороховницах и собственно поэтому я сейчас здесь нахожусь в лас-вегасе и поэтому хочется себя пробовать в интересных проектах слушай спасибо за такое интер мы немножко размялись давайте пересобственно поговорим про такой немножко чуть более кейсовый вопрос который супер стандартный для продуктовых интервью а именно такое что подумай пожалуйста и предложи какой-нибудь пример приложения или сервиса но в современном мире больше сервис так или иначе живут формате приложений которая сравнительно популярна что-нибудь такое про что я слышал про что наши зрители могли слышать что много людей используют но что при этом не очень классно да что там можно улучшать вот подумай пожалуйста про какой-нибудь такой пример приложения и дальше мы продолжим про него говорить в плане того как как и почему в определенном направлении его нужно улучшать отвечу вопрос на вопрос оно должно хоть как-то пересекаться здесь с деятельностью arrival потому что естественно готовился к интервью и пару кейсов себе заготовил слушай это суперски что ты подумал об этом в таком ключе но я наверное упрощу тебя задачу и скажу то что нет совершенно не должно пересекаться деятельность arrival все что эти предлагаю сейчас это выбрать для такой стартовой точки какое-нибудь популярное приложение в котором тем не менее есть косяки и возможности для улучшения такси такси какое такси много различных приложений такси я довольно-таки много работал с яндекс такси но я работаю пользователь и не как клиент который занимается услугами по перевозке а как ориентирователь 2009 по 2014 год я сдавал машину в такси была небольшая боль то есть приложение яндекс такси оно создано для того чтобы им пользовался конечный потребитель пассажир клиентом службы такси при этом является либо таксопарк либо индивидуальный предприниматель который берет машину либо в аренду либо владеет и платит комиссионные еще третье лицо чьи интересы не очень сильно отражены это арендодатель это тот человек который владеет небольшим таксопарком а 10-15 машин и в такси идут общение от хорошей жизни поэтому очень часто как арендодателя сталкиваться с тем что ты сдаешь машину в аренду водители уходят долги водители не выходят на связь водители не выходят на смену тогда когда есть просета раннее утро и поздний вечер например суббота и водители совершают дтп я думаю что приложение яндекс такси совершенно точно имеет смысл сделать раздел для арендодателя для того чтобы мы могли отслеживать метрики наших водителей какой у него пройдет день сколько стоит его километр оплаченный клиентом сколько стоит холостой проверки я бы честно говоря даже добавил функции по безопасности потому что сдавай машину в аренду это было прям сильный огонь окей давай суши и не эти я тебя чуть 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 замедлил в принципе сейчас свои речетки дал ну неплохие но там набор ответов на вопрос который еще даже не успел задать давай сделаем несколько шагков назад и поговорим про то почему из всех возможных групп пользователей и и там контрагентов которые живут вот в контуре яндекса такси ты бы хотел сосредоточиться именно но в данном случае на на ком это на людях или на организациях чуть чуть больше поговори про это которые хотят это которые хотят сдавать свои машины кто кто они и почему-то именно не хочешь сосредоточиться связано с личным опытом почему хочу на них сосредоточиться потому что целом в самом приложении яндекс такси если посмотреть на клиентскую часть то она сделана классно если сделать обзор водительской части то она тоже хорошо там сетчат и тревожные кнопки остальное но именно часть которая отвечала бы за работу арендодателя она проработана слабо потому что любой рядовой сотрудник того же самого яндекс такси считает что мой клиент это либо пассажир либо тот кто на самом деле приносит деньги в компанию это водитель однако современный рынок такси после 2011 года когда приняли федеральный закон о регулировании деятельности такси он разделил этот бизнес на три неравные части и сейчас например почти что никто из водителей такси в крупных городах не владеет своими автомобилями есть определенные требования к тому какой год выпуска автомобиля только новая машина до трех лет есть требования к цветовой раскраски то есть соответственно мы не можем в большинстве регионов не принято использовать частный автомобиль для того чтобы работать такси а еще естественно есть штрафы которые гораздо удобнее в нашей не совсем корректной арбитражной системе отбивать как ипшник или как оошник лучше всего оошник ну и соответственно есть такая штука как если ты физическое лицо совершаешь дтп то вся ответственность тебе если у тебя юрлицо ну соответственно как сменные перчатки и очень многие совершенно неоправданно забывают про то что арендодатель это именно тот кто нанимает водителей которые из киргизстана и других стран работают денежку но вот именно интересы арендодателя особо то не отражены слушай а вопрос извини что опять перебиваю все очень классные мысли как ты думаешь почему или просто скажи думаешь ли ты имеет ли это вообще место быть для яндекс такси и для яндекса важно или интересно решать именно проблемы арендодателей вот почему для большого яндекс такси это может быть важно ниже все таки есть много направлений на которых можно и много сегментов пользователей в этом контуре на которых можно сосредотачиваться они могут продолжать что делать для того чтобы улучшать и так в принципе неплохой клиентский опыт они могут продолжать что-то делать для того чтобы добавлять какие-то фичи и услуги сервисы для водителей они могут продолжать что-то делать для того чтобы добавлять или улучшать опыт таксопарков почему из вот этих вот яндексу и вот Из вот этих групп пользователей Яндекс.Такси может быть интересно работать и улучшать опыт именно арендодателей машин. Дело в том, что от клиентской фичи и так все службы такси довольно-таки хорошо улучшают. Средоточенные силы направления умов ребят-разработчиков, то, как правило, это разработка новых продуктовых линеек. Ну, например, у нас был эконом, появился детский тариф, мы туда пускаем только таких водителей. Ага, у нас есть детский тариф, мы хотим зарабатывать больше денег, давайте сделаем бизнес-класс. Окей, мы сделаем бизнес-класс, мы зарабатываем больше на богатых клиентах, давайте сделаем ультимум и так далее, и так далее. Слушай, я про пассажиров, я понял. Для пассажиров, ты говоришь, есть уже очень много функций, над ними много работали. Но кроме арендателей и пассажиров, есть еще таксопарки, есть еще водители. Почему не на них? С водителями, в принципе, тоже все хорошо. Большинство служб такси подумало о рядовом водителе. Мы недавно созванивались с ребятами из Мой Самокат, они тоже работают в сфере доставки. Я так понимаю, что, в принципе, любой новичок, когда приходит в компанию, ну, например, человеку 23 года, он закончил вуз, и он, естественно, начинает копать там, где легко. И он копает, в принципе, по той же самой дороге, по которой копают все остальные для него работающие менеджеры. Он начинает думать, ага, вот мои клиенты кто? Это либо пассажир, либо водитель. А далеко не всегда у человека есть какой-то практический опыт, и далеко не всегда он знает о том, что, ага, а ведь бизнес немножко глубже устроен. Вот есть большие таксопарки, у которых, в принципе, все хорошо. В одних есть программа Мой таксопарк у Яндекса, а есть довольно-таки большая прослойка небольших таксопарков, которые владеют 5, 10, 15. И их действительно очень много, особенно в провинции, в регионах. То есть Яндекс давно уже зашел на крупные рынки города-миллионники в Москве, в Питере у него все окей. А вот когда мы доходим до небольших городов, там рынок – это куча малышей, которые владеют 5, 10, 15 машин. На таком объеме ты можешь сильно снижать издержки, потому что ты управляешь сам, тебе не нужен бухгалтер, не нужен большой офис и так далее. То есть, ну, это экономически выгодно. Слушай, ну вот потому что ты говоришь, извини, что чуть перебиваю, получается так, что в сфере, например, пользователей таксопарков есть подсегмент, который тоже, с которым тоже не доработали. Вот почему, например, между маленькими таксопарками и арендодателями ты выбираешь именно арендодателей. И давай я как бы добавлю к этому еще такую небольшую наводку. Как помощь тому или иному сегменту поможет общей главной цели Яндекс.Такси? И какая вообще эта общая главная цель Яндекс.Такси может быть? Давай попробуем связать общую цель приложения Яндекс.Такси с тем сегментом, которому ты хочешь помогать. Ну, эта общая цель давно была озвучена Тиграном Пудвердяном. Это прибыль. То есть, они хотят зарабатывать больше денег, они хотят иметь больше на рынку, они хотят выходить на другие рынки. Собственно, у них это неплохо получается. Даже в Грузии можно ездить, наверное, в такси. Чем помогает работа со средним сегментом? То есть, это такая прослойка между водителями и очень крупными таксопарками, которых не так много, а вот наших малышей много. Друзья, ты говоришь сейчас про таксопарки среднего размера или про арендодателей машин, про которых ты изначально начал говорить? Арендодатели. Как назвать человека, у которого всего лишь 5 бортов? Он вроде бы и не таксопарк, он арендодатель. А как назвать, например, новое желтое такси, у которых много машин? Или там в Чечне крупные компании, которые владеют сотнями машин? Конечно же, крупные таксопарки. То есть, речь идет про такой, ну, это если говорить про банковский, это малый и средний бизнес. То есть, есть крупный бизнес, который генерирует огромную долю прибыли и, собственно, с которыми хотят работать все. А есть вечно недолюбленный малый средний бизнес, от которого вроде бы не так много денег, но которым тоже надо заниматься. Потому что потом могут вырастать будущие звезды. Ну, кто знал, что Пицца Венчур в 2011 году вырастет в такую крупную сеть из 672 пиццерий, как Дода Пицца. Почему с ним нужно работать? Потому что Россия не очень богата, к сожалению, страна. И в маленьких, небольших городах, таких как я, малышей предпринимателей с 15 машин, их очень много в сфере такси. Нужно работать именно с нами, потому что для любого арендодателя автомобилей самая страшная история – это ДТП, это фатальные поломки автомобилей и так далее. Если, например, мы можем видеть в своем приложении, в том же самом Яндекс.Такси, по углу поворота руля, а насколько крутой или лихой водитель наш арендатор, или, например, по скорости, с которой он ускоряется. Это, в принципе, можно чекать. Мы можем, например, знать, насколько наблюдатель не соблюдает скоростный режим, то мы, соответственно, можем для себя понять, вот тот или иной водитель, он более склонен к риску или нет. Как это поможет больше прибыли Яндекс.Такси зарабатывать? Если мы будем знать, что в Яндекс.Такси в приложении мы можем чекать нашего водителя, мы с большей вероятностью будем устраивать его именно в Яндекс.Такси, соответственно, он будет именно там отдавать комиссию. Например, мы будем устраивать его в другую службу, типа Гет, Максим и так далее. Но действительно, да, Яндекс.Такси – это лидер. И в плане инноваций, вот за что их очень люблю, они вечно публикуют какие-то интересные отчеты, они рассказывают и немножко делятся тем, как у них устроена внутренняя кухня. Окей, окей. Слушай, понял, спасибо, засчитано, как бы линк мы сделали. Давай чуть больше поговорим про арендодателей машин. Есть ли внутри них какая-то подсегментация, которая нам может быть полезна? Можно ли их разделить на какие-нибудь еще подгруппы для того, чтобы чуть более гранулярно посмотреть на проблему? Ну, я думаю, что можно разделить две группы. Это те, кто пришли в бизнес относительно недавно и те, кто этим бизнесом занимается давно. Соответственно, у них разное поведение. Для тех, кто пришли недавно, естественно, можно делать много обучающих программ. И для крупных игроков Яндекс делает, например, мой таксопарк – хорошая программа. То есть ты платишь денежку там 50 тысяч рублей, устраиваешься на стажировку в уже действующий таксопарк, где тебе объясняют, как, какие-какие нюансы и так далее. Эта программа, по-моему, работает в Москве, могу ошибаться насчет Питера, но, в принципе, для людей, которые заходят сразу с 10 бортами, поездка в Москву на пару недель – это большая сумма. А есть те, кто давно в этом бизнесе, и, как правило, у этих людей, у них уже чуть-чуть меньше энтузиазма, и у них больше желания просто жить, меньше тратить времени на управление бортами. Когда ты приходишь в бизнес, тебе все интересно, хочешь везде погрузиться сам, все узнай, все контролируй, а потом года через полтора тебе уже настолько немножко надоедает, что все одно и то же. И, в принципе, этот бизнес, он сам по себе медленный, спокойный. В целом, если ты отрежешь риски, он уравновешенный. И там уже хочется делать так, чтобы оно все работало, но занимало чуть-чуть меньше твоего времени. Окей, понятно. Слушай, для того, чтобы максимизировать цель предложения Яндекс.Токси, на каком бы из этих подсегментов ты сфокусировался? Однозначно новички, потому что старички, они уже есть, а старичков вряд ли можно ожидать, что они будут прям крупно расти, потому что, я повторюсь, 15 бортами еще ты можешь управлять самостоятельно, а потом следует эволюционный скачок. Тебе нужно организовывать инфраструктуру, и это может быть не очень удобно, потому что тебе нужно организованно, куда ты будешь пригонять свои машины и так далее. Растить вот эти страты, которые владеют 5-15 машин в регионах, мне кажется, это хорошая история, потому что бизнес такси, он довольно-таки высокомаржинальный. Даже когда я сам сдавал машины такси, мы получали порой по 7% в месяц маржи, это было классно. Правда, потом наступает какое-нибудь ДТП, и ты довольно-таки много теряешь. Но, тем не менее, бизнес хороший маржинальный, собственно, почему вот этот угол поворота руля, педаль акселерации, потому что, мне кажется, купе это может очень сильно помочь снизить уровень калорийности, это раз, успокоить нашу и без того неспокойную жизнь. Если же привлекать вот мужиков, я так понимаю, что, во-первых, рост от 1 до 5 бортов, он очень быстрый, ну прям вообще. Ты как физлицо даже можешь набрать этих кредитов, серия стандартная машина, и загонять их в такси. Потом ты можешь пройти обучающую программу, там, по программе «Мой таксопарк» или во внутреннем приложении. Но я думаю, что внутреннее приложение было бы интереснее, потому что не нужно тратить человеческие силы, время автоматизировать. Шишки-то все одни и те же. Когда ты сдаешь 5 машин в аренду, потом дальше еще тоже до 10, в принципе, расти относительно сложно. И такие страты, мне кажется, могут появляться довольно-таки легко, потому что есть люди, которые хотят куда-то вложить деньги, но не совсем понимают именно рисковую часть. А рисковая часть такси, она большая, она пугает абсолютно всех. Хотел бы еще реман делать. Дело в том, что со стороны люди, которые не покупают бизнес, они считают, что бизнес такси – это что-то а-ля 90-е, крепкие мужики 40+, в таких вот кепках-восьмиклинках, кожаных куртках, или это гастарбайтеры Средней Азии, это постоянные аварии, это что-то непрозрачное. Хотя на самом деле сейчас бизнес такси, даже с точки зрения аренодателя, это прям действительно IT-бизнес. И рисков в нем не так много, однако большинство участников бизнеса об этом не знает. Поэтому, мне кажется, тут еще можно расти и расти. Люди все больше и больше понимают, даже в миллионниках, не в мегаполисах, а просто миллионниках, что владеть своей машиной возможно уже не так экономически выгодно, как гонять на машинах такси. Пока все было очень логично. Мы выбрали сегмент маленьких, ты выбрал сегмент маленьких арендодателей такси. Подумай, пожалуйста, и поговори чуть-чуть про то, какие основные, ну скажем, топ-3 проблемы у вот этого сегмента могут быть, которые в приложении можно решить. Я бы обозначил эти три проблемы следующим образом. Во-первых, это сбор статистик по водителям, то есть вот это те самые данные, которые нужны. Сколько заказов он выполняет в сутки, сколько он зарабатывает в сутки, какие у него пробеги, потому что расходная часть такси, самое главное, это, естественно, топливо. Если мы знаем, какой у него пробег, мы примерно можем предполагать, как много метана выжигает. Вторая прям большая боль – это риски. То есть, если у нас есть новичок, и он сажает за роль водителя, то, в принципе, уже через дня 3-4 можно выгрузить данные и понять, насколько мой водитель склонен к риску или не склонен к риску. Первые две недели в бизнесе такси – это для любого нового водителя – это всегда время принятия решений. Либо я с ним работаю дальше и там уже месяцами, либо я с ним не работаю вообще. И третья проблема – я бы обозначил ее как «Где я?». То есть это «А как я иду относительно рынка?», «А как я иду относительно других ребят, которые живут такси?». Потому что самое, когда я, например, машину сдавал, всегда было непонятно, а вот аренда, которую назначаю – это средняя ставка или не средняя? А вот проблемы, с которыми я сталкиваюсь, это так и должно быть или это у меня такие проблемы? А так как любое приложение такси генерирует довольно-таки большой объем данных, с генерированных данных легко бы хватило для того, чтобы на все эти три вопроса ответить, чтобы человек понимал – ага, я иду в ногу с рынком, то есть мое развитие, мой прогресс, он примерно соответствует тому, как оно и должно быть. То есть риск моих водителей находится в норме, и отсекая тех водителей, которые ездят рискованно, права-то можно иметь. С водителем можно проехать тестовый там 20-30 километров, я обычно так делал, но все равно водители немножко по-разному водят, когда у тебя есть пассажиры-арендодатель и когда они ездят одними. То есть, естественно, когда за нами кто-то смотрит, мы ведемся лучше, чем мы есть на самом деле. Вот, и, конечно, это очень важно раздел статистики, чтобы я понимал, как у меня окупается лизинг, все ли у меня хорошо, делаю ли я нужное отчисление в свой личный страховой фонд для того, чтобы в случае того, чтобы ремонтировать машины. Вот это тоже очень важно. Страховых программ, которые сейчас мы можем решать, выполняем вас ДТП, их все еще хороших мало, поэтому лучше всего работает, когда ты просто с 10 машин каждый месяц какую-то денежку откладываешь в свой фонд, она у тебя копится, и в случае чего ты из своего же фонда потом берешь и ремонтируешь. Вот эта финдисциплина, статистики – это не сильная деталь людей, которые сдают машины в такси, потому что ты, у кого стать статистикой хорошо, они, скорее всего, будут работать боссом, консалтный групп, а не заниматься сдачей 10-ти бортов машины. Это не всегда так. Слушай, ты перечислил много интересных проблем. Предположим, то, что у нас есть разработческих ресурсов на то, чтобы сделать только одну какую-нибудь функцию, небольшую MVP, и решить только одну какую-нибудь подпроблему. Выбери, пожалуйста, из тех проблем, которые ты перечислил, ту, которую ты бы выбрал для решения, и расскажи, какой MVP, фичи, продукта, менюшки, чего угодно ты бы предложил для решения этой проблемы. Я бы однозначно начал с рисков, потому что заработать в этом бизнесе, в принципе, не так сложно, а всегда заработок нивелируется возможностью потери, поэтому я бы наверняка обратил внимание именно на рисковую часть. Это склонность водителя ДТП, это то, как он ездит. Естественно, я готовился к интервью, смотрел то, что Arrival делает проект с компанией Uber, поэтому этот кейс для меня близок. Я сам занимался немножко этим бизнесом такси. На мой взгляд, самые простые способы, которые могут, например, в машинах Arrival быть реализованы, и это довольно-таки легко реализовать. Это датчик, который считывает, насколько большая угловая скорость у руля при повороте, и считывает, насколько бодро нажимается педаль акселерации. Давай постаргируемся от Arrival, у нас же все-таки кейс про Яндекс.Такси, и ты выбрал приложение Яндекс.Такси. Можешь, пожалуйста, про все то же самое рассказать, но вот в контексте именно фичи для приложения, которые ты бы для них делал. В Яндекс.Такси понятно, что у нас работают обычные автомобили с бензиновыми двигателями, которые ездят на газе метан или на сжиженном газе пропан. Понятно, что у этих машин, скорее всего, датчика угла поворота руля нет, однако приложение Яндекс.Такси может нормально трекать скорость автомобиля, в принципе, GPS-покрытие хорошее, поэтому я бы тогда в этом приложении по риску, оценка вашего водителя на риск, поставил только соблюдение а, первое, скоростного режима, б, акселерация, то есть насколько водитель ускоряется быстро или не быстро, даже в пределах скоростного режима. Ну, например, там у нас двор, 40 км в час. Мы можем эти 40 км в час набирать очень медленно, плавно, а мы можем набирать их очень быстро. Соответственно, второй вариант – это, как правило, водители, которые будут более склонны к совершению ДТП. Это известная дилемма про тигра и черепаху, тем не менее. В МВП что бы я оставил? Естественно, я бы оставил, скорее всего, только два, ну, если у нас совсем ограниченный ресурс, я бы оставил только два тех пункта, и я бы сделал что-то типа скоринга. То есть посмотрел бы на выгрузку того, сколько водителей есть, как они в целом ездят. Мы можем смотреть по профилям личных кабинетов, какой у них возраст. Я думаю, что чем водитель старше, тем он более склонен к спокойной езде. Но это связано с психофизиологией. Когда мы молодые, мы все быстрее. Когда мы в возрасте, даже я сейчас чувствую, что у меня уже нет желания быстро подрываться, куда-то ехать, как в том фильме, о чем говорят мужчине. Да, нет, будь того, ночью, зачем? Так далее. Я бы сделал портрет среднего по всем водителям. Ну и дальше, скорее всего, посмотрел, насколько отклоняется статистически тот конкретный водитель, которого мы исследуем, от этого среднего. Если бы у нас было чуть-чуть больше ресурсов, я бы, наверное, разделил водителей на группы. И в каждой группе бы делал среднее. И говорил бы, ага, наш водитель, который находится в группе от 20 до 25 лет, относительно среднего поведения водителя из этой группы ведет себя, а, более рискованно, б, менее рискованно. Наш водитель из категории 30-35 лет, относительно среднего группы ведет себя более рискованно, менее рискованно. Понятно, что приложение не может точно говорить, уволь этого человека и с ним больше не имея дела. Всегда найдется Михаил Шкафер, который и быстрый, и безопасный одновременно. Однако оно может говорить, что с большей долей вероятности вот этот владитель более склонен к ДТП. Соответственно, либо ты делаешь ему более высокую аренду, и тем самым принуждаешь ездить чуть-чуть более аккуратно этот раз, либо мы вообще с ним расстаемся, потому что мы не хотим иметь этого риска, когда ночью в субботу тебе звонят, вот машина разбилась на трассе Москва-Лабу. А это прям боль. Окей, я понял. Давай завершим все тем, что поговори чуть-чуть со мной, пожалуйста, про то, как бы ты мерил успех своей фичи, и какие могли бы быть риски у тебя, как у продакт-менеджера, и у твоей разработческой команды, когда вы работали бы над этой фичой? Я бы, скорее всего, поставил для начала, если у нас совсем MVP, совсем мало разработчиков, я бы, наверное, поставил два фактора. Первое – это количество ДТП за период. Оно, в принципе, не так сложно трекается, потому что если у нас был борт, который постоянно работает в такси, а потом вдруг он пропадает, то, скорее всего, причина одна – это ДТП. Есть еще вторая причина, что машину перевели в другую службу такси, но чаще всего, если водитель где-то работает, то он эти службы периодически меняет. То есть поведенческая модель водителя такова, что если им в какой-то момент, например, тарифы Яндекса себе не нравятся, они уходят с этимобил, но тарифы плюс-минус у всех одинаковые, и потом они все равно возвращаются там через неделю, через полторы обратно. Это первая метрика, то есть машина выбывает, тотальный ДТП, и она больше не возвращается там на протяжении какого-то большого периода. Соответственно, мы можем понять, ага, вот есть какая-то корреляция, или этой корреляции нет, между тем, что водитель был более склонен к риску, и потом машина выбыла из ДТП. Первая, минус этой метрики в том, что не всегда только водитель виноват в том, что случилось ДТП. Бывают истории, когда, например, в него въехали, или что-то произошло, в чем он не виноват, а машина все равно выбыла. Вторая, я бы, наверное, мерил еще сменяемость водителей. В личном кабинете водителя он прикрепляет себя к конкретной машине, потому что разрешение на деятельность легкового такси выдается не на человека, оно выдается на автомобиль. А автомобиль – это то, что у нас чекается в приложении, то есть мы каждое утро должны делать фотосмотр, загружать фотографии. РСТ Яндекс.Текси его проверяют на то, чтобы он был не битый и так далее. Поэтому вот эти две метрики – выбытие машины из-за фото ДТП и сменяемость водителей. Если у нас водитель особо не рисковый, и он долго ездит на машине, все хорошо. Это значит, что это устойчивый бизнес, это значит, что арендодателю не нужно тратить силы и ресурс на то, чтобы привлекать нового водителя. Это всегда проблема, потому что хороших водителей такси, как правило, не так много. Прямо за них сейчас идет конкуренция. Если говорить про главный риск, я бы, наверное, выделил два риска. Это отсутствие корреляции. Ну, то есть, да, мы действительно можем предположить, что определенные корреляции есть. Но, как я говорил ранее, а если в тебя влетели, что будешь делать? Или, например, там депортировали водителя. Такое тоже часто бывает. Сейчас вводят цифровые профили такси. Появилась система КИС-АСТ, и она закрывает дорогу даже хорошим водителям, но у которых просто нормальное. Нету российского водительского удостоверения, или, например, их депортировали в Москве, нелегалов. Гастарбайтеров довольно-таки много. И, собственно, эта КИС-АСТ, она собирается всех их из рынка вынести. А второй риск я бы написал в том, что не пользуются. Потому что даже сейчас в клиентской части, я имею в виду, клиентом в службе такси является водитель, а не кс-рэр. Сейчас даже в клиентской части столько фич, что ими просто не пользуются. Но скажи, вот на волне того, что ты сказал про риски, про то, что функции могут просто не пользоваться, как бы ты попробовал, опять же, на метриках этот момент поймать? Ну, например, мы взяли страту. Мы знаем, что это водители, это арендодатели, которые подключились к нашей службе такси недавно. Соответственно, это очень опытные ребята. Им, скорее всего, это отслеживание рисков, скорее всего, для них очень важно. Мы сделали им, например, пуш-уведомления. Рассказали, ребята, есть такая функция. А люди потом не заходят. Ну, я думаю, что мы можем прикреплять, предположу, что пиксель, или мы можем, может быть, отслеживать, как ведет себя человек, какие страницы он открывает или не открывает в приложении такси на телефоне. Честно скажу, в Android, наверное, не самая моя сильная сторона, как разработка приложений. Но я могу предположить, что мы можем отслеживать, заходит человек на эту вкладку, либо не заходит. Соответственно, если мы понимаем, что это та категория, для которой риски важны, это новички, которые, собственно, всего боятся, и мы их оповестили, но они не пользуются, не заходят, соответственно, вот это для нас Epic Play. Люди иногда банально не знают о том, что есть такая полезная функция. Это как с музыкой, есть очень много крутых треков, например, в нудмурском языке. Такие-то, бам, обалденные песни. Но про эту песню никто не знает, поэтому она крутая, но про нее знает три человека. Я автор, и вот теперь еще Матвей. Окей, слушай, понятно. Давай завершим на этом разговор про метрики, и давай, в принципе, здесь завершим интервью и переключимся в режим фидбэка. Артем, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилась эта беседа. Я бы сказал то, что как результат формочки фидбэка я бы поставил тебе либо хайр, либо, может быть, бордерлайн хайр, но с очень сильным уклоном в сторону хайр. Я начну с того, что мне, в общем, очень сильно понравилось. Ты суперэнергичен в плане своей коммуникации. По большей части, не на 100%, но ты очень четко отвечаешь на те вопросы, которые я тебе как интервьюер задаю. Ты совершенно точно хорошо подготовился как концептуально к интервью, так и немало думал или просто, знаешь, разбираешься про те примеры, про которые ты разговаривал. И это все очень классно. Ну, я не помню, сказал я в одном из пунктов про живость, но мне вообще прям очень понравилось то, что ты очень энергично говорил, использовал много живых примеров, референсов к настоящим российским фирмам, пословиц, поговорок и так далее. Это прям очень сильно помогает, это классно. Несмотря на то, что ничего из этого на ключевые параметры оценки интервью напрямую не влияет. Давай чуть-чуть пройдемся теперь, потому что было, ну, не то чтобы не супер-классно, но можно было бы улучшить. Мы начали разговор с того, почему ты хочешь перейти работать или тебе интересна работа продакт-менеджера. И ты назвал много причин, в принципе, валидных. То, что вакансии продакт-менеджера требуют хороших навыков коммуникации, того, чтобы справляться со стрессовыми ситуациями, что IT — это денежная среда, интересные проекты, что становиться программистом, когда ты более опытный специалист, уже может быть поздновато и труднее. Но во всем этом я не услышал ключевого, именно как бы позитивного описания того, а почему тебе именно работа продакт-менеджера, интересно. Все, что ты рассказал, было скорее про то, почему, например, другие работы в IT для тебя менее подходят, почему IT, в принципе, интересная индустрия, почему вакансии в техе требуют того, что ты, может быть, уже в прошлом дело. Чего бы я очень ожидал услышать, особенно от кандидата, у которого нет непосредственного опыта работы PM, это чего-нибудь в духе, но это не единственный правильный ответ, но это просто пример такого позитивного описания того, почему именно работа продакт-менеджера может быть интересна. Для чего-нибудь в духе того, что тебе интересно было бы помогать командам создавать софт или создавать хард, тебе интересно было бы координировать, разработку в целом. Чего-то такого я не услышал. Но, в общем, ответ все равно был очень классный, ты очень много валидных поинтов назвал. Дальше давай перейдем к самой части интервью, когда мы начали говорить про Яндекс.Такси. Как я уже сказал, было очевидно то, что ты знаешь этот рынок, ты много о нем думал, ты думал о том, какие сегменты, какие есть проблемы. Вещь, к которой мне нужно было тебя немножко подтолкнуть, это к тому, а почему решение проблемы арендодателей будет релевантным для большого Яндекса. В итоге, через несколько наводящих вопросов мы к этому пришли, и ты, в принципе, дал ответ, который мне срезонировало. Это то, что у нас остальные сегменты закрыты в плане функций. В смысле, там уже очень много чего сделали, поэтому, наверное, там потенциал прибыли, выручки дополнительной будет не очень хороший. Этот сегмент недолюбленный, с ним не доработали. И в итоге ты сказал, что да, через то, что мы будем делать дополнительные функции для арендодателей, мы будем увеличивать количество арендодателей, которые идут работать с Яндексом и с водителями Яндекса, а не с другими сервисами. Это была ключевая вещь для меня. У нас было несколько наводящих вопросов, пока мы к этому пришли. И когда мы с тобой говорили про подсегменты арендодателей, ты, опять же, дал классные подсегменты и неплохие причины того, почему сегмент молодых водителей, в смысле, более новых арендодателей более интересный. Ты, например, сказал про то, что это тот сегмент, который сам по себе внутри себя растет быстрее и больше. Но тут не было связки с основным механизмом влияния улучшения жизни арендодателей на общую прибыль Яндекса, который ты назвал сам, а именно улучшение переключения этих арендодателей с других сервисов на наш. То есть, чего мне не хватало там, это того, чтобы ты сказал, что и в дополнение к тому, что молодые арендодатели, более новые арендодатели обладают большим потенциалом роста внутри себя, также, так как они новые, они более мобильны в плане выбора или в плане переключения того, с каким сервисом работают. Поэтому это именно тот сегмент, где мы за счет дополнительных функций можем больше всего перетягивать на себя. Вот это вот переходный элемент, которого мне чуть не хватило, а в основном сегменты, то, как ты их разбил, то, как ты про них рассказал, мне очень понравилось. Мы поговорили чуть-чуть про проблемы, я думаю, что все проблемы перечислил хорошие, и дальше начали говорить чуть-чуть про решение. И тут мне нужно сделать такой дисклоджер про то, что когда я работал в Самсаре, мы на самом-то деле сами делали функцию вокруг скоринга небезопасного поведения водителей, я на это немножко посмотрел внутри. И я не знаю, насколько это очевидная вещь тому, кто не работал в этой индустрии, но с одной стороны, то, что ты предложил, а именно решение проблемы рискового вождения водителей, это настоящая проблема. Она большая, она, наверное, действительно в топе из тех, которые ты выбрал. Но она очень неочевидно трудная для решения. В том плане, что даже базовые метрики вокруг небезопасного вождения очень трудно строить не столько и не только по одному GPS сигналу, а даже в той ситуации, когда у тебя есть дополнительный сигнал. У нас в Самсаре было видео с камер. У нас в Самсаре были прямые данные от всяких датчиков автомобиля. То есть мы знали наверняка, когда какая скорость. GPS тебе наверняка этого не говорит. Мы знали наверняка, когда какая педаль нажимается и часто куда и как крутится руль, в какой передаче находится машина и так далее. Когда у тебя есть один GPS-ник, который, к слову, прыгает туда-сюда, иногда магически перемещается в океан, иногда возвращается и так далее, и так далее, по одному ему тебе просто профиль скорости и, соответственно, рисковые случаи, когда кто-то слишком сильно ускоряется или кто-то слишком сильно тормозит, на самом деле вытаскивать достаточно трудно. Просто с точки зрения дата-сайентистов. И чтобы добить это, когда ты начал говорить про MVP, ты предложил то, что я бы, наверное, скорее классифицировал, как там версию 1, 2, 3, но вряд ли MVP. Потому что ты сразу начал говорить о скоринге. А скоринг же у нас из чего-то состоит. Перед тем, как ты делаешь скоринг, тебе, наверное, нужно посчитать что-то более гранулярное, что стоит под ним. Например, количество случаев, когда кто-то слишком сильно ускорился или количество случаев, когда кто-то резко дал по тормозам. Скоринг это уже что-то, что ты на базе этого собираешь. И ты это сразу еще усложнил тем, что сказал, что ты бы считал по стратам, например, по возрастам водителя или по машинам отклонение от среднего. Все, что ты сказал, это в принципе супер логичные вещи для расчета такого скоринга. Мы на практике что-то похожее делали, но это было ни разу не MVP. MVP в таком контексте у тебя скорее началось бы с чего-то чуть более простого. Например, без каких-то страт, просто для водителей расчет количество случаев, когда они давали по тормозам. Но тут нужно сделать поправку на то, что я прожил через развитие этой фичи, поэтому мне, наверное, ретроспективно легче говорить про то, что там делать легко и что там делать просто. Завершаем все метриками. Я думаю, что ты предложил очень хорошие метрики, но это были достаточно сложные метрики. Если ты заметил, ну там метрики, например, про переключение водителей или метрики про то, насколько долго вводит водитель, которого мы классифицировали как безопасного водителя. Все очень логичные метрики, но я бы сказал, что они тоже второстепенные. Они релевантны скорее для версии 2, 3, 4. Я не зря тебе задал наводящий вопрос про то, а как бы ты нивелировал риск того, что фичой просто не пользуются. Почему? Потому что я хотел тебя привести к тому, что может быть, когда ты сделал только MVP какой-то фичи, перед тем, как считать более сложные метрики, типа переключения водителей или типа того, насколько долго у нас вводят водители, которых мы посчитали безопасными. Наверное, самая первая вещь, которую, мне кажется, чуть ли не инстинктивно должно хотеться посчитать, это тупо, а вообще нашу фичу, то как бы на нее заходят, на нее смотрят, и тут не нужен никакой пиксель. Я почти уверен, что у компании типа Яндекса есть и совершенно справедливо предположить, что у них есть инфраструктура для того, чтобы такие базовые вещи, как использование фичи, можно было считать. Вот я бы начал с этого. И, в общем, я все равно суммаризировал тем, что я бы тебе дал скорее хай, это было суперское интервью, у тебя очень классная подача, ты по делу отвечаешь на вопросы очень энергично, очень живо. Я не знаю, либо так повезло, либо стратегически выбрал тему, в которой ты хорошо разбираешься, и это видно. И, наверное, с поправкой на то, что у нас был небольшой такой хикап с тем, чтобы соединить тот сегмент, который ты выбрал с основной целью Яндекс.Такси, и тем, что уже ближе к концу, ты, наверное, предложил чуть более сложный MVP, чем я бы ожидал для MVP, и чуть более сложные метрики, чем я ожидал для этого MVP. В основном, это было хорошее интервью. Классно, я рад, спасибо. Наверное, последняя вещь, которую я бы хотел сказать, ты в интро немножко принижал, что ли, себя, когда рассказывал то, что тебе 35 или 36 лет, и ты хочешь показать другим людям, что все равно можно переключаться в эту индустрию. Да фиг с ним, что тебе 35-36 лет. Главное то, что ты очень классно, очень логично обо всем этом рассказываешь и рассуждаешь. Ну вот, а возраст это уже второстепенное, он совершенно точно неограничивающий фактор. Мне, собственно, было больше всего интересно услышать то, над чем нужно работать, потому что у меня это самое первое пробное собеседование на позицию продакт-менеджера. Примерно две недели назад я начал изучать эту тему, послушал несколько вебинаров, посмотрел, как проходит интервью у других продакт-менеджеров. Ну, здесь в англоязычном сегменте очень много таких интервью, там, устройства Facebook условные или там, что лучше слушать в WhatsApp. Поэтому это для тех ребят, которые будут за активность смотреть, к чему вам готовиться. Не нужно ждать того, что вы пришли на собеседование в Zoom или в будущем работодателе вживую и вы не подготовились. То есть вот эти две недели до того, как мы с Матвеем созвонились, естественно, я посмотрел, как эти интервью проходят, поэтому, если вы 35-летний смотрите, тоже смотрите, как собеседуют. А во-вторых, нужно изучить, нам было написано, что нужно изучить все про работодателя, ну, потенциально. Понятно, что я не собираюсь устраиваться в Parival. И вот я хочу сказать просто, когда Матвей меня хвалил, за что было, конечно, приятно про Индекс Такси, вот примерно так выглядела подготовка к интервью. То есть в течение этих полутора недель я ходил и думал, ага, а что бы я, например, мог им предложить, какие сервисы у меня вызывают вопросы, что бы я, например, мог им предложить улучшить, и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, я посмотрел про Матвея, все, что можно, прочитал на LinkedIn его профиль, посмотрел его интервью, которое он давал на сайте temza.ru, если я не ошибаюсь, поэтому, естественно, я знал, что он с Урала, я знал, что у него тоже с семьей были небольшие терки из-за переезда в коронавирус, поэтому об этом нужно указать. Мы считаем, что если человек на нас похож, мы к нему как-то более эмпатично относимся, поэтому, когда Матвей говорил, что мы выросли, у него были проблемы с переездаем семьей из-за пандемии, что я подумал, это тоже можно использовать. И да, естественно, кейс такси был выбран не просто так, потому что компания Arrival собирается или, по крайней мере, анонсировала запуск автомобиля Arrival для такси. Естественно, я подумал, что раз у меня есть в этой сфере опыт, имеет смысл про это рассказать. Если бы мы, например, выбрали любое другое приложение, в котором я бы не разбирался, ох, я думаю, Матвей, я бы плавал, точно, потому что многие вещи для меня непонятны. Вот, например, вот про MVP замечание было прям в точку. А я действительно, я не знаю, что такое MVP, но я никогда его не делал. И поэтому, естественно, сразу такой, так, ну, это слишком легко и нужно идти дальше. Мне кажется, это будет очень распространенная ошибка у тех, кому сейчас 35+, потому что они думают, ну, в смысле, зачем делать MVP? Можно срам, мы уже видим, что дальше. И замечание, которое пользуется ликвичой ваши клиенты, это прям было то, что я не обратил внимания, не подумал об этом. И это то, где действительно я прям сел в лужу. Спасибо большое за этот хороший фидбэк. Артем, тебе спасибо и суперклассно то, что ты показал свои заметки, того, как ты готовился. Я, в принципе, сам несколько лет назад, когда готовился к похожему интервью, что-то похожее выписывал. Мне кажется, очень полезно то, что люди увидели настоящий пример. Вообще супер. Спасибо тебе большое еще раз и давай на этом завершим нашу запись. Огромное тебе еще раз спасибо за то, что в 6 утра подключился на этот звонок. Тебе удачи и хорошего дня на вашей конференции. Да, всего хорошего, Матвей, до свидания. На этом все. Если понравилось, то будем благодарны за лайк, подписку, рассказ друзьям, донат или мембершип на канале. А хотите принять участие в следующем эпизоде, пишите на почту youtube собакопрессублета.про с пометкой «Нанято участие». Поставьте лайк, пожалуйста. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok